Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. В последних отношениях человек очень редко уделял внимания. Никогда не ухаживал, не устраивал свидания, постоянно отказывал, когда я предлагал. В плане интимных отношений тоже все происходило только когда хочет он. Человек был не готов ничего делать, попытки поговорить с ними были провалены и в итоге растарился. Сейчас уже спустя время у меня появилось сильное чувство обиды и вообще постоянное чувство, что я недостойно, чтобы что-то делали для меня и действовали, что со мной что-то не так. Хотя я даю это в полном объеме. Как избавиться от этого? Ну, для начала, от чего избавиться? То есть, я понимаю, что вы хотите от чего-то избавиться, но пока что не очень понимаю, от чего вы хотите, собственно говоря, избавиться. А вот. Это первое. Значит, только сайт, и... Ам... 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 Рядом с вами, с самым мужчином, например, рядом с вами, даже не хочется ничего делать. Это, скорее всего, проблематика самооценки. Вот. Ваши самооценки, ну и страха, возможно, потерять кого-то. Страха, возможно, остаться одной и так далее. То есть вариантов здесь может быть довольно много. В этом плане нужно смотреть, да, в этом плане нужно исследовать, в этом плане нужно изучать, чтобы понять, о чём идёт речь. Понимаете, да? Тут вот не всё так просто. Вы пишите. В последних отношениях человек очень редко уделал внимания, никогда не ухаживал, не устраивал свидание, постоянно отказывал, когда я предлагал. И в плане интимных отношений тоже всё происходило только тогда, когда хочет он. Ну, то есть в принципе у вас есть ряд претензий. Претензий. И вообще-то говоря, вообще-то говоря, вообще-то, претензий это абсолютно нормально. Иметь претензий нормально. Но. Возникает вопрос. Вы терпели, судя по всему, и терпели довольно долго, судя по всему. И вот мой вопрос, он заключается в том, как раз, а что мотивировало вас терпеть? Ну вот буквально, вот что мотивировало вас терпеть? Потому что судя по тому, что вы описываете, то, что происходило, происходило не один и не два раза. То есть вы терпели. Вы терпели. Потому что надеялись. Надеялись на то, что что. Что что-то изменилось. Вы надеялись на то, что что-то поменять. Вы на это надеялись. Ну вот. А ничего не менялось. А вы продолжали отдавать. Мы никогда не хотели. Не хотели этого. Отсюда я был. Вот. А нескрестная ответка. О которой вы говорите. Она была всегда. Именно поэтому вы и вступаете в такие отношения. Вот. Так что то, что вы сейчас об этом думаете, это только вот у вас появилось установление. А бывает это, в принципе, всегда. На мой взгляд. Поэтому. Ваша задача заключается в то, чтобы базовый поработать со своим названием. Именно базовым. Что это значит? Это значит. Базовым. Это значит. Вне привязки. К. Мужчине. И. К. Отношению. Вне привязки. К этому. Вот. Поработать. Именно в рамках того, что вы о себе думаете. Как вы к спятнулись. Ну и. Так далее. Это. Такой момент. Дальше. Вы пишете. Появилось чувство сильной обиды и постоянное чувство, что я не достойно. Значит. Вы пишете. Что появилось? Что появилось? Это. Спустя время. Именно спустя какое-то время это появилось. Пишите вы. Значит что? Значит. Что-то изменилось. Не было, не было, не было. Потом. Раз. И. Появилось. Ничем ничего не происходит. Поэтому если у вас такая история случилась. Значит что-то произошло. Ну. Давайте будем разбираться. Тогда. Что же собственно говоря произошло. Что произошло в вашей жизни. В вашей. Именно жизни. Такого. что вот. Чувства ваши. Ну. Условно говоря. Изменились. Важный ли это момент. Да. Очень важный. Это очень важный момент. На который необходимо обратить ваше внимание. ваше внимание. что. Ваше внимание. Вы потенционируете. Себя. По. Своей. Жизни. Именно в целом. Как вы это делаете. Как. Вы. Себя. Потенционируете. По. Жизни. Конкретно. Если у вас интересно, знаете ли вы куда идёте, тоже не знаете ли вы что вы делаете, для чего, для чего вы делаете и так далее. Это вам. Вот примерно такой ответ можно вам дать. Вот как-то так. Сейчас больше чувствуется, что вы в эмоциональном тонусе. Это нормально, что вы в эмоциональном тонусе на данный момент. Сейчас чувствуется, что вы, ну, как вы и пишите, в принципе, взлетите. Это тоже нормальная история абсолютно. Вот. Самое что, ну, по-другому здесь не бывает. Если у вас чувство появилось, вот такое, ну, чувство, допустим, чувство обиды, то его необходимо. Конечно же, выразить, ну, вот. Ну, совершенно точно и совершенно понятно, что нужно выразить это вот. Эти чувства, прожить их. Вот. А дальше вам, я думаю, станет куда более понятно, к чему, к чему вы идёте, чего вы хотите. И так далее. Это очень важный момент, как мне кажется, на сегодняшний день. Ну вот, на данный момент, по крайней мере, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Дальше. Вам. Вам. Я сочувствую. Очень сочувствую тому, в какой ситуации выговариваете. И мне реально, что с вами так вот, ну, мужчины обходили. Но здесь очень важный момент. Но здесь очень важный момент. Нужно учитывать. Учить, точнее. Очень важный момент. Это очень важный момент. Этот момент заключается в том, что вы, вероятно, к своими действиями сами притягивали таких мужчин. Это очень важный момент. Чтобы вы увидели свою ответственность. Чтобы вы смотрели на ситуацию с точки зрения своей ответственности. Мужчины к вам не случайно проявляли внимание. Сказали так. Ну вот. Мужчины к вам проявляли внимание, я бы сказал, совершенно определённые. Это были совершенно определённые мужчины. Вот. Что это за мужчины? Ну, я думаю, очевидно. Которые привлекали женщины, коими можно было пользоваться. Вот. Поэтому, если и когда вы измените свой поведение. Вот. Если и когда вы научитесь, именно научитесь позиционировать себя иначе, ниже, чем вы это делаете сейчас, то ситуация имеет все шансы на то, чтобы изменить. Ситуация имеет все шансы на то, чтобы быть для вас другой. Понимаете? Какая штука. Не зависит это. У вас. Иволюция ничего не нужна. Потому что те черты вашего характера. От которых вы хотите избавиться. Это является частью вашей личности и в других ситуациях, в других случаях, могут принести вам куда больше позитивов. Но. Но. На данный момент вы, судя по тому, что я могу видеть, не очень отдаётся судебный отчёт в том, как вы можете этим воспользоваться. То есть вот не понимаете вы, как я могу этим воспользоваться, как я могу это. Вот это всё. Обратите себя на пол. Ну, не понимаете вы это. И, собственно, наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь вам в этом. как раз, как раз, как раз таки. Возможно. И. Кхм. И изучить себя. И исследовать себя. Понять себя. Понимаете? Какая штука. Я не думаю, что это слишком сложно. Я думаю, что это вопрос терапии. Да. Это вопрос терапии. Но это не сложно. Если у вас есть такое желание. Я имею в виду, желание работать со своей, со своей самартомой. Для помыть вам можно. Но не избавиться от чего-то ни в коем случае. Иставляться от чего-то не надо. Вам. А вот, изучить себя, поисследовать себя, да, можно и даже нужно. Для чего? Чтобы лучше с собой управлять, я бы сказал, понимаете, какая штука. Ну, это то, что у вас вполне может получиться, на мой взгляд. Вполне важно. Это, как мне думается, по силам. То есть, я не думаю, что это очень сложно, очень тяжело для вас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на свою работу. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Спасибо.